Здравствуйте, это Влад. Рад представить вам новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Прохладный, стерильный воздух больничной палаты реанимационного отделения казался молодой санитарке практически невесомым. Настя уже привыкла к этому запаху, смеси лекарств и дезинфекции. Она работала в этой больнице уже второй год. Под неустанным контролем ворчливой старшей медсестры Ирины Фёдоровны. За это время Настя успела познать и усталость от бесконечных процедур, и жалость к пациентам и пусть редкую, но всё же радость от выздоровления кого-то из них. Нелюбовь Ирины Фёдоровны к подчинённой имела своё объяснение и брала начало много лет назад по причине вражды с мамой Настей, Еленой. Впрочем, девушка старалась не застрять на этом своего внимания. «Работа, она и есть работа. Со своими плюсами и минусами. Куда деваться?» «Интересно, как там мама? И исправится ли сегодня Мишенька?» Подумала Настя, испытывая сильную тревогу за мать, оставшуюся под присмотром девятилетнего соседского мальчугана Миши. Отчим мальчик Андрей пил беспробудно, отчего малыш частенько ночевал в их доме. Сегодня Насте предстояло провести дезинфекцию в палате Виктора Петровича Вечерникова, бизнесмена, впавшего в кому три месяца назад после осложнений, вызванных тяжёлой болезнью. В глубине души она считала его своим самым любимым пациентом. Его случай был практически безнадёжным. Врачи говорили об этом открыто, не скрывая своего сожаления. Родственники в лице жены Дианы и двух сыновей-близнецов Павла и Артёма практически забыли о нём. Навещали скорее для галочки, чем по велению сердца. А чего им волноваться, когда по завещанию они и так своё получат? Заведующий отделением Игорь Васильевич буквально ходил перед ними на цыпочках. Наверное, было из-за чего. Не зря же машину новую купил из автосалона. Вон, дворник Митрич, даже листву рядом с этой иномаркой мести боится, как бы не поцарапать, а то вовек не рассчитаешься. Настя же старалась относиться к пациенту с уважением и с тем же трепетом, что и к любому другому больному в клинике. Как-никак 57 лет человеку, а тут такое. Она вымыла пол, протёрла тумбочку, сменила покрывало на кровати. Виктор Петрович лежал неподвижно. Лицо его было бледным, но черты оставались благородными, отражая былую силу и уверенность в себе. Настя любила свою работу. Несмотря на трудности, она находила в ней что-то сродни материнской заботе. Опекать больных, ухаживать за ними, дарить им частичку тепла и спокойствия. В тишине палаты она частенько читала вслух Виктору Петровичу что-нибудь из классической литературы или просто из любимых книг. А когда у неё было особенно хорошее настроение, она напевала ему тихие, спокойные песенки. И делала это вовсе не из жалости, а из-за какой-то внутренней потребности и желания разбавить пустоту и тишину вокруг пациента. Внезапно в палате что-то изменилось. Настя почувствовала, как по её телу пробежала дрожь, словно от лёгкого электрического разряда. Тишина вдруг приобрела какой-то странный оттенок тревоги, ожидания. Она подняла глаза и застыла. «Настя», — прошептал кто-то. Голос был слабым, хриплым, но определённо принадлежал Виктору Петровичу. Она замерла, на миг потеряв дар речи. Сердце словно готово было выпрыгнуть из груди. «Вы очнулись?» — прошептала Настя, с трудом переводя дыхание. Глаза бизнесмена медленно открылись. В них, помимо удивления, читалась нежность, благодарность и что-то ещё, чего она не могла понять. «Да», — прошептал он, слегка улыбнувшись. «Вы... вы же Настя, верно? Я не ошибся?» «Да, Виктор Петрович», — ответила она, всё ещё не веря своим глазам. «Как вы себя чувствуете?» «Не торопитесь», — произнес он, когда его голос немного окреп, но всё ещё звучал хрипло. «Мне нужно время». Настя подбежала к кнопке вызова, собираясь позвать врача. Но Виктор Петрович остановил её, слегка коснувшись руки. «Пожалуйста, не нужно. Просто посидите со мной рядом». Его лёгкое прикосновение словно парализовало Настю. Она никогда не чувствовала ничего подобного. Такого тепла и внутренней силы, заключённой в слабом прикосновении. «Виктор Петрович, вам нужно...» «Не спеши, милая», — перебил её бизнесмен. «Мне нужно сказать тебе что-то очень важное». «Настя, я хочу, чтобы ты стала моей дочерью». Санитарка растерялась. «Простите?» — спросила девушка, не понимая, что он имеет в виду. «Да, я хочу, чтобы ты стала моей дочерью. По крайней мере, на какое-то время». «Ну, как это...» — Настя не могла сформулировать свои мысли. Виктор Петрович, напротив, казалось, набирался сил. «Я хоть и был без сознания, но каждый день слышал тебя. Твой голос, пение, твои истории...» «Ты была рядом, Настенька. И я хочу, чтобы ты осталась, чтобы была моей дочерью». Она с трудом осознавала услышанное. Санитарка. И вдруг дочь бизнесмена, проходящего лечение в этой клинике? А может, он бредит? Такое наверняка возможно. Считать, три месяца на грани жизни и смерти провёл. А ещё... Ты словно ангел освещала мне путь во тьме. Не знаю почему, но я почувствовал к тебе нежность и любовь, как к своей родной дочке. Пожалуйста, побудь со мной ещё немного. Не отталкивай меня. Я так сильно нуждаюсь в тебе. Настя была ошеломлена. Ей казалось, что всё это сон. Чудесное, нереальное видение. В этот момент Виктор Петрович осторожно сжал её руку, словно боясь потерять. Увидев слёзы в его глазах, девушка почувствовала, как её сердце наполняется нежностью. Ну как она может отказать этому хрупкому и ослабленному человеку? Хорошо, прошептала Настя. Я останусь. Только ненадолго, а то старшая медсестра ругаться будет. Спасибо, моя дорогая, прошептал он, и улыбка снова тронула его бледные губы. Девушка робко села на стул у кровати. Виктор Петрович, кажется, устал говорить и всё больше молчал. Тишина снова вернулась в палату. Но теперь она была другой, спокойной, тёплой, наполненной надеждой. «Знаешь», – сказал друг Виктор Петрович, – «мне кажется, я был очень несчастлив. Посвятил всю свою жизнь работе, деньгам, карьере и забыл о самом главном – о простых человеческих отношениях». «Вы не одиноки», – сказала Настя. «Я с вами, ну, по крайней мере, сейчас». Виктор Петрович посмотрел на неё, и глаза его засветились теплом. Ему нравился голос этой санитарки, её простота и искренность. Она улыбнулась. «Я рада, что вы очнулись», – сказала Настя. «И всегда буду рядом, пока вам это нужно». «Спасибо тебе», – прошептал бизнесмен и, слабо сжимая её руку, прикрыл глаза. В этот момент дверь в палату распахнулась, и порог переступила женщина, в которой сразу узнавалась Диана, жена пациента. «Что здесь происходит?» – вместо приветствия прошепела она, сверкая глазами от гнева. «Это ещё что за милые посиделки в палате моего мужа?» «Диана», – начал Виктор Петрович, но супруга не дала ему договорить. «Не смей так обращаться ко мне, когда рядом это, это!» Она презрительно посмотрела на Настю. «Это девчонка! Ты знаешь, кто я?» «Я его жена. Законная жена!» «Дианочка, пожалуйста, успокойся», – произнёс Виктор Петрович, едва слышно. «Мне нужна Настя. Она...» Сказав это, мужчина снова провалился в тревожное забытьё. «Настя?» – перебила его Диана. «Игорь Васильевич!» – громко позвала она заведующего отделением. Настя почувствовала, как её щёки стали пунцовыми от стыда. «За кого её здесь принимают? И что такого, собственно, плохого она сделала?» Через пару минут в палату вошёл Игорь Васильевич, а за ним, как хвостик, старшая медсестра. «Пациент очнулся? Почему не сообщила? Забыла инструкции?» – спросила Ирина Фёдоровна, глядя на растерянную санитарку. «Игорь», – по-свойски вмешалась в разговор Дианы. «Эта дамочка, вопреки всем правилам, находится в палате моего мужа и ведёт себя неподобающим образом. Она вообще-то не должна ничего делать в этой палате без моего разрешения». «Настя», – строго сказал Игорь Васильевич, – «объясни-ка, в чём дело». «Я просто убиралась», – пролепетала-то. «А Виктор Петрович, он…» «Да понял я, очнулся», – грубо перебил её начальник. «Но это не повод нарушать правила. Ты должна была сообщить старшей медсестре и ждать её дальнейших распоряжений. Ты это понимаешь?» «Тай, Игорь Васильевич», – ответила Настя, едва сдерживая слёзы. «Всё, иди работай», – сказал начальник строго. «Но помни, ты у меня теперь на особом контроле. Ещё один проступок и вылетишь». «Давно пора, а то ишь, пригрелась здесь и покровителей ищет. Вся в мамашу свою», – процедила ей вслед Ирина Фёдоровна. Санитарка смущённо опустила глаза. Старшая медсестра была права. Когда-то отец Насти бросил невесту и ушёл к её маме. А невестой была никто иная, как старшая медсестра. Но ведь это жизнь. Разве мама в этом виновата? Настя вышла из палаты, чувствуя, как горькие слёзы обжигают её глаза. Она ведь просто хотела проявить сочувствие человеку, который нуждался в её помощи. А это Диана. Ну кто позволил ей так разговаривать с медперсоналом? Хотя, конечно, привыкла чувствовать себя хозяйкой положения. Вот и пользуется. «Настя, Ситникова, отнеси грязное бельё в прачку, а чистое забери!» – крикнула ей вслед Ирина Фёдоровна. Она грустно вздохнула и, выйдя из больничного корпуса, пошла по аллейке, который уже успел до блеска вымести Митрич. Он знал всех, кто здесь работал. И всегда готов был выслушать и поддержать. Наслышан был дедушка и о проблеме Насти со старшей медсестрой. «Не отчаивайся, Настенька. В жизни всегда есть место чудесам. Ты старалась делать добро, и это самое главное. Не нужно винить себя», – сказал он тихим голосом, подмигнув санитарке. Та улыбнулась в ответ и, поблагодарив за сочувствие, пошла дальше. В этот момент путь ей преградил огромный внедорожник. И чего это он заехал на аллею? Совсем никакого уважения. Настя присмотрелась внимательнее и увидела двух парней примерно её возраста. Разодеты, вещи дорогие, туфли аж блестят. «А, вот и сыновья Виктора Петровича, Паша с Артёмом. Видимо, мать привезли, а к отцу подняться желаний нет», – подумала Настя, но вслух, конечно же, об этом не сказала. Тем временем, близнецы вели свою довольно громкую беседу, которая сопровождалась активной жестикуляцией эмоциональности. «Ты даже не сомневайся, Тём, скоро мы возглавим семейный бизнес. Мать говорит, отец обречён», – сказал Паша. «Ну, это ещё бабка на двое сказала. Отец-то после операции вдруг очнётся», – возразил более осторожный Артём. «Слушай, а поехали сегодня в ночной клуб. Давно по-человечески не отдыхали», – предложил Паша. Артём задумался. «Да, есть такое. Только давай в этот раз поспокойней. А то в прошлый официанту синяк под глаз поставили, а потом полночи от полиции улепётывали, пока в стоп не влетели. Ну и что с того? Мать-то всё порешала. Деньги – это сила, брат. А машина? Одной больше, одной меньше. Чего печалиться? Хорошо бы только девчонок на вечер подыскать нормальных. Может, эту с собой взять?» – прищурил глаз, сказал Павел и выразительно посмотрел в сторону Насти. Девушка смущённо опустила глаза, а потом неловко оступилась и выронила из рук тюк с грязным бельём. «Не, нам такая корява и даром не нужна. Опозорят перед всеми друзьями!» С трудом подавив смешок, заметил один из мажоров. «А, тоже мне, принцесса на горошине!» – рассмеялся второй. Настя обидчиво поджала губы, но отвечать на колкость не стала. Что она им сделает, когда у Паши с Артёмом всё, а у неё ничего? Живёт в старенькой хрущёвке с больной мамой, вся в долгах. Но, разве ж это главное? Только бы маме полегче стало, а там выкрутимся. В это время Диана вела доверительную беседу с заведующим отделением. «Слушай, Игорёк, мы ведь с тобой не первый год знакомы. Выручи, ладно, а? Помощь твоя нужна, чтобы за Витькой моим присмотреть. А то он сейчас неадекватный какой-то, как бы чего не отчебучил». Игорь Васильевич заметно напрягся. «Так мы ж вроде и так следим за вашим мужем, Диана Константиновна. Старшая медсестра лично за его палату ответственна». Диана с трудом подавила усмешку. «Ну, это я знаю. Но мне другой присмотр нужен, понимаешь? Не совсем». Бизнес-леди нахмурилась. «Ну ты как маленький, ей-богу. Видеокамеру я хочу у него в палате установить. Скрытую такую, махонькую. Чтобы я всё видел и была в курсе. А то сам видишь, что с Витькой творится. В какую-то замухрышку санитарку вцепился и дочкой называет. Совсем из ума вышел». «А, вот вы о чём». Облегчённо выдохнул Игорь Васильевич. «Так это запросто, хоть сейчас». «Нет, сейчас не нужно. Время подбери, чтобы Витька ничего не видел. А камеру я уже купила. Вот, держи. Только никому об этом. Даже своим любовницам», – прошептала Диана и украдкой передала небольшую коробочку. Врач смутился. «Ну что вы, Диана Константиновна, какие любовницы, о чём вы? Я добропорядочный семьянин». «Ой, да ладно. Знаю я, какой ты добропорядочный. Мужики все порядочные, пока короткую ёпчонку не увидят». Заведующий спорить не стал. Проводил Диану к выходу, попутно одарив старшую медсестру с сальным взглядом. Ирина Фёдоровна смущенно отвела взгляд, почувствовав себя моложе лет на десять. Хотя она и сейчас хорошо выглядела. Ходила на фитнес, придерживалась диеты. А всё для того, чтобы нравиться ему, Игорю. «Ну и что с того, что женат? Ничего, разведётся. Дети вон, скоро школу заканчивают. Поймут. А на работе никто слова ему против не скажет. Всю реанимацию в кулаке держит. С таким не забалуешь. Ему бы генералом быть или в областные структуры податься. Такая фактура пропадает». Улыбнувшись, Ирина пошла по коридору, ища взглядом ненавистную санитарку. Много лет назад её жених Вова ушёл к Настиной маме. И что он в ней нашёл? Простушка из библиотеки. Приворожила его, что ли? И всё бы ничего, да только Ира тогда уже беременна была. Только-только узнала. Но она, дурёха, Володе ничего не сказала. Гордой была, принципиальной. А потом, на нервах, ребёночка-то и потеряла. Врачи руками развели и огласили свой вердикт. Скорее всего, детей она больше иметь не сможет. С тех пор жизнь пошла под откос. Дважды была замужем. Первый оказался алкоголиком и лентяем. Второй – мошенником и альфонсом. И всё благодаря этой библиотекарше. И чего она там только в своих книгах вычитала? Может, секрет какой? Как мужиков охмурять чужих? Вернувшись из прачки, Настя опасливо посмотрела по сторонам, а потом достала из кармана телефон. В отделении он всегда стоял у неё на беззвучном режиме, чтобы совсем без звука, даже вибрации. А Ирина Фёдоровна увидела как-то, чуть было в мусорную корзину не выбросила. На экране виднелось уведомление о непринятом звонке от Миши. Настя с тревогой нажала кнопку вызова и поднесла смартфон к уху. В трубке послышались длинные гудки. Один, второй, третий. Миша, ну где же ты? Наконец, мальчик всё-таки ответил. Алло, тётя Настя, тут Елене Ивановне плохо было, но всё прошло. Вы как будете домой идти, купите ей ещё обезболивающее, хорошо? Сердце девушки замерло. Конечно, всё сделаю. Маме привет передавай, пусть не падает духом. Мне тут клинику одну посоветовали, там по квоте операцию могут сделать. Ну всё, мои родные, побежала я. Хорошо, будем ждать. А пока с бабушкой Леной домашнее задание будем делать. А то отчим опять напился. Аванс получил вроде. Но не успела Настя убрать телефон в карман, как за спиной, словно туча нависла Ирина Фёдоровна. А, опять разговорчики. И с кем это ты болтаешь, Ситникова? Не бой женихов подыскиваешь, как мамаша? Настя побледнела. И быстро убрала смартфон с глаз долой. Да нет, какие женихи Ирина Фёдоровна. Маме я звонила, болеет она. Болеет, говоришь? Что ж, это плохо. Но работать всё равно нужно. Давай иди. Там Черёмушкина из Пятой на УЗИ отвезти нужно. Уже более миролюбиво, сказала старшая медсестра. После чего вдруг схватилась за правый бок. Ой, больно-то как. Ирина Фёдоровна, вам плохо? С тревогой подхватила старшую медсестру Настя. Но та только головой покачала. Да нет, Ситникова, пройдёт. Не здоровится мне просто. С самого утра мутит. Может, съела что-нибудь то? Всё, отпусти меня, то люди смотрят. Полегче мне уже, полегче. Жить буду. Давай, беги. И о том, что видела, ни слова. Да, конечно, прошептала Настя. И тут же поспешила выполнять просьбу начальницы. Ирина перевела дух и, прихрамывая, пошла в Сестринскую. При этом она упорно прогоняла от себя мысль о том, чего желала долгие годы. А сейчас боялась. Да нет, глупости какие. Мне же сорок пять уже. Засмеют ведь. Видимо, в организме сбои какие-то, подумала Ирина. И, окончательно придя в себя, гордо выпрямила спину. Вот только навязчивая мысль, словно червячок, уже поселилась в её сознании. Нужно бы УЗИ сделать. Так, на всякий случай. Следом за ней в Сестринскую вошёл Игорь Васильевич. Зав отделению, воровато оглянулся, а потом тихонько передал Ирине суть разговора с Дианой. «Установишь камеру, когда вечерникову снотворную ведут. Там всё просто. Смотри, объектив на кровать направишь и кнопочку вот эту нажмёшь». Ирина побледнела. На лбу у неё выступила испарина. «Хорошо, Игорь, я сделаю, но только ради тебя». «Ну, конечно, ради меня. Кого же ещё?» Улыбнулся заведующий. «Или у тебя ещё кто-то есть. А то ты в последнее время какая-то рассеянная». Ирина покачала головой. «Игорь, не смешно. Я устала так жить. Всё время чего-то боюсь. То коллег, то твоей жены. Вдруг она обо всём догадается. И как я ей в глаза смотреть буду?» Врач усмехнулся. «Ой, да ладно. Моей Дашке ничего, кроме шмоток своих до украшений, давно не нужно. Уже целое состояние на побрякушке и салоне красоты ухлопало». «Ох, смотри, Игорь, допрыгаешься ты со своими фокусами. Думаешь, я не знаю, где ты деньги на всё это берёшь. И машина опять же новая. А мне шкафчик на кухне починить не можешь», — обиженно заметила Ирина. После её слов заведующий сразу изменился в лице. «Ты об этом и думать забудь. Особенно о лекарствах. Там такие суммы вертятся. Тебе лучше и не знать. А шкафчик я тебе новый куплю. Вернее, целую кухню. Но пока помалкивай. И о камере никому. Слышишь?» «Слышу, слышу. Обещанного три года ждут», — с горечью прошептала Ирина и вышла из сестринской. «Ты там за этой Настей присмотри, певичка недоделанный. А то, видишь, тоже мне сирена морская нашлась. Из кома толстосума этого вытащила», — услышала вслед медсестра. Ирина до боли закусила губу, с трудом подавив очередной приступ дурноты. Господи, неужели это то, о чём она подумала? Остаток смены для Насти пролетел незаметно. Весь в хлопотах и тревоге о маме. Виктор Петрович почти всё это время проводил в полудрёме. И, конечно же, не видел, когда Ирина установила в его палате видеонаблюдение. Настя же, боясь гнева старшей, опасалась заходить в его палату без причины. Кому нужны неприятности? А то, что пообещала стать дочерью на время, так чего не скажешь человеку, который ещё вчера лежал овощем, а сегодня победил тьму без памятства и готов бороться за свою жизнь. Тут на радостях и доброй феей станешь и кем угодно. Только бы пациент жил и верил в завтрашний день. А то ведь бывает такое, и не раз. Потеряет больную веру и угасает на глазах, как цветок без солнца. И родня бы его впору помочь поддержать несчастного, так нет же. Только о завещании и наследстве пекутся. Ничего святого. Такая вот суровая правда жизни. Наконец, смена подошла к концу. Настя быстро собралась и хотела было уже поспешить к остановке, когда её окликнула Ирина, чья бледность уже вызывала искреннюю тревогу. Постой, Сидникова. Тут Виктор Петрович записку тебе написал. Правда, я там ничего не разобрала. Может, ты поймёшь? Номер телефона вроде бы и буквы. Всё пляшет. Только не говори никому. Я тоже промолчу о записке. Не беспокойся, сказала Ирина. И протянула санитарке скомканный листок бумаги с неровными краями. Хорошо, Ирина Фёдоровна. Я правда никому, ни единой живой душе. Пообещала Настя и неглядя убрала записку в карман. Старшая медсестра, проводив её взглядом, чуть заметно улыбнулась. А может, не такая уж она и плохая-то, Сидникова? Ну разве виновата в том, что произошло? Родители начудили. А ей теперь что ж, расхлёбывать? Ну а Ленка, мать её, похоже, за всё уже поплатилась. Болеет тяжко. И неизвестно, выкарабкается ли. Домой Настя летела, как на крыльях. Попутно, правда, зашла в аптеку и в магазин, где купила Мишке что-нибудь вкусненького к чаю. Ну где она ещё такую сиделку маме найдёт? Хотя, Миша тоже пользы немалая. Елена Ивановна ведь начитанной всегда была. Не голова, а энциклопедия. Как начнёт рассказывать, заслушаешься. Мишке в уроках неоценимая помощь. Говорит, скоро в отличнике выбьется. А с отчимов своим Андреем с троек не вылезал, а то из двоек. Как-то раз хотели Мишу даже в интернат специально отправить. Якобы задержка в развитии у него. Мама-то нет, а отцу не до того. Одна выпивка в голове. Елена Ивановна же, хоть и не педагог, а смогла мальчуга на успеваемость выправить. Миша теперь даже участие в олимпиадах принимает. Правда, не часто, но всё же. Даже будучи прикованной к постели, Елена Ивановна не бросила занятий с Мишей. Настя даже подозревала, что мама считает его своим внуком. Ну, понарошку, конечно. Боится, что до родных внучат не доживёт. А тут хоть соседского понянчить выпало. Настя невольно вздрогнула, когда вспомнила, как маме пришлось давать соседу Андрею деньги на выпивку, чтобы тот разрешал его сыну жить в их доме. А по-другому ты не как бабоньки, смеялся отчим. Мне же тоже какая-никакая выгода нужна. Не подмажешь, не поедешь, как говорится. Бери, но только Бога не гневи и ребёнка не обижай. Ему у нас хорошо, а большего мне и не надо, говорила Елена Ивановна, отдавая последние деньги соседу. Мама Насти очень любила детей. И когда самочувствие ещё позволяло, купила Мише аквариум с рыбками. Небольшой, конечно, но всё равно очень красивый. По понятным причинам аквариум в их доме остался. А то, чему что ни доверь, всё разобьёт или на похмел выменит. Хотя раньше вроде нормально был, плотничал даже. Миша часами мог сидеть у аквариума и тихонько, шевеля губами, разговаривал с рыбками. «Миш, а что ты там делаешь? » — поинтересовалась как-то Настя. Мальчишка загадочно улыбнулся и тихонько сказал. «А я о рыбкам желания загадываю. Всем сразу. Представляете, если каждая из них мне по три желания исполнит, так я же тогда самым счастливым человеком на свете стану». Настя улыбнулась, а в уголках глаза блестели слёзы. Прогнав грустные воспоминания, она прибавила шаг и вскоре оказалась у двери своего дома. А у соседа уже горел свет во всех комнатах и доносилась громкая музыка. «Ну вот, опять у Андрея праздник, и ничего больше ему не нужно», — с тоской подумала Настя. Открыв дверь, она увидела в крохотной гостиной Мишу с учебником в руках. А в полуметре от него в инвалидной коляске сидела мама и проверяла его знания школьного материала. «Тётя Настя пришла!» — закричал Миша и бросился её обнимать. Елена Ивановна вела себя более сдержанно, но всё равно была рада возвращению дочки. «Ну как ты, мам? Очень плохо было», — с тревогой спросила Настя. «Да, прихватила немного, но Миша помог. Как раз из школы вернулся. У них одного урока не было, вот пораньше отпустили», — ответила мать. «Ничего, всё наладится. Лекарство я тебе купила, а ещё адрес клиники хороший нашла. Представляешь, там врач один два раза в месяц аберрации бесплатно делает. Мне кажется, у нас есть шанс попасть к нему на приём», — воскликнула Настя. «Богатый, небось. Чего это он такой благотворительностью занимается?» — засомневалась Елена Ивановна. Настя с улыбкой посмотрела на неё. «Мам, ну ты чего? Антон Викторович Свиридов, ну да, в частной клинике работает, и что с того?» Говорят, он собственную жену оперировал, хоть это и было запрещено. Но кроме него всё равно ведь никто не хочет браться. «И что? Спас?» — с надеждой спросила мать. Настя грустно вздохнула. «Нет, умерла она. Не перенесла операции». «Ну вот, а ты говоришь». Настя нахмурилась. «Не падай духом, пожалуйста. С тех пор Антон Викторович в память о жене проводит две бесплатных операции в месяц. Берётся даже за самый сложный случай. Я уже отправил ему на электронную почту твою историю болезни. И даже текущее медицинские назначения». В глазах Елены Ивановны на миг мелькнула искра надежды. И тут же погасла. «Не верю я в эти чудеса. Никогда мне в жизни не везло. Муж, правда, хороший попался, но и того авария забрала. Тебя вот певицей хотела видеть или музыкантом в консерватории. А ты вот ради меня всё бросила и в санитарки пошла. Чтобы и на работе, и дома одно и то же было. Сплошь боль и безнадёга». Настя покачала головой и принялась готовить ужин. Спорить с мамой сейчас не хотелось. Может, она и права. Здоровый больного никогда не поймёт до конца. Но опускать руки точно не стоит. Да, жизнь несправедлива, но кто сказал, что в ней всё должно быть по правилам? Сама Настя считала, что главное в любой ситуации оставаться человеком. Богатый ты или бедный. Помни, все равны. Хоть кто-то и норовит забраться повыше к солнцу. Порой, не гнушаясь идти даже по головам. Уже за ужином Настя вспомнила о записке, которую ей передал Виктор Петрович. Интересно, а что в ней такого? Дождавшись, когда мама и Миша поужинают, Настя закрылась у себя в комнате и принялась изучать каракули. Рука бизнесмена была всё ещё слабой. И, судя по всему, он не смог как следует надавить на карандаш. Наконец, решив взять только номер телефона, Настя набрала нужную комбинацию и припала ухом в динамику. Сердце при этом колотилось, как сумасшедшее. Пошли длинные гудки. От волнения даже дух перехватило. Наконец, трубку подняли, и в динамике послышался недовольный мужской голос. «Алло?» «Это Настя», — пролепетала девушка. «Какая ещё Настя? Номером ошиблись?» «Да нет же, мне его дал Виктор Петрович. Правда, не знаю точно зачем». В трубке повисла неловкая пауза. Затем всё тот же недовольный голос продолжил. «Виктор Петрович, говорите, это Вечерников, что ли, бизнесмен?» «Ну да, он самый. Вот сегодня прямо написал. Он несколько часов назад из кома вышел», — подтвердила Настя. «И что, вот так сразу дал мой телефон?» «Ну да. А я взяла и ничего не спрашивала». Мужчина на том конце провода хмыкнул, а потом спросил. «Ну ладно, рассказывай, что ты там умеешь? Танцуешь, играешь на инструментах или поёшь?» «А какое это имеет отношение к делу?» Изумилась Настя. В трубке послышался смех. «Ну ты даёшь. Ты хоть знаешь, кому звонишь? Я Эдуард Станиславович Вронский. Слыхала о таком?» «Наверное», — пролепетала Настя. «Наверное», — передразнил её собеседник. «А я, чтоб ты знала, главный продюсер в городе и по совместительству композитор. Причём, заметь, с международными премиями. Так что давай говори, по какому ты профилю. Может, и пристрою куда». Сердце Насти забилось от восторга. «Я петь люблю. Хотите, вот прямо сейчас могу спеть?» «О, нет, избавь меня от этого удовольствия», — отмахнулся Эдуард. «Давай лучше завтра. Приходи часиком к девяти ко мне на прослушивание. У меня студия. Вот там и покажешь, на что способна. Адрес в СМС пришлю. Только не опаздывай, будь любезна. Вронский ждать не любит. Так и запомни». «Хорошо, я буду. У меня завтра как раз выходной. Приду вовремя, даже раньше», — воскликнула Настя. Продюсер хмыкнул и, пожелав ей всего хорошего, прервал звонок. В глазах девушки заблестели слёзы. «Так вот, значит, что хотел Виктор Петрович. Неужели песню услышал, когда лежал в коме?» Впрочем, наукой давно подтверждён факт того, что люди могут слышать окружающие звуки даже в бессознательном состоянии. На душе Насти запели птицы. Такого душевного подъёма она давно не помнила. Хотелось прыгать от радости, как в детстве, когда она на городском конкурсе по вокалу заняла второе место, выиграв огромного плюшевого медведя. Вон он и сейчас сидит в углу, на диване. Смотрят на неё, словно с осуждением. Мол, такие надежды подавала. А что теперь? Санитарка? Без перспектив будущего. Играть только на суднах и утках можешь. А петь? В лучшем случае для дворника. «Ничего, у меня всё получится. Я обязательно справлюсь», — прошептала Настя, укладываясь спать. Хотя, какой там сон, когда внутри всё бурлит от восторга. Завтра она снова сможет подняться на сцену, возьмёт в руки микрофон, скажет привычное, но давно забытое, раз-раз и вперёд. А в этот самый момент на другом конце города разворачивались совсем иные события. Приняв поздний звонок от Эдуарда Станиславовича, друга их семьи, Диана Вечерникова задумалась. С чего это её муж решил сделать из этой простушки певицу? Неужели совсем из ума вышел? И как она это пропустила? Эх, раньше нужно было камеру включать, раньше! Подумав немного, она вышла из кабинета, как раз успев застать в прихожей близнецов. «Ну что, брат с кролики, снова прошляпили? Отец ваш, вон что отчебучил!» «Неужели завещание переписал?» Не сдержался Пашка. «Да нет, бог с тобой. Тут другое. Санитарку эту, Настю, решил к Эдику на прослуживание направить». «Это продюсер которой?» Спросил Артём. «Ну да, он самый. Мы с ним давно дружим, ещё до Витьки, так что он мне всегда информацию с первых уст приносит». «В общем так, нужно этой Насте помешать завтра. Ну, чтобы она до этой студии не дошла», продолжила Диана Константиновна. «И как мы это сделаем, украдём её, что ли?» Усмехнулся Паша. «Ну зачем же так сразу?» «Подумайте, пораскиньте мозгами. Вы же у меня не глупые ребята. Институт закончили, хоть и не без моей помощи. Ну да ладно. Главное, чтобы она в этот день к Эдику не попала. А потом он вторная по стране с группой уезжает. И этой простушке останется только рельсы целовать, в лучшем случае». Артём поморщился. Запланированный сегодня отдых в клубе явно откладывался на неопределённый срок. Но ничего не поделаешь. Свою мать они с братом слушали. Это отец был по боку. А мать их всегда вытаскивала из любых передряг, не жалея денег. «Ладно, придумаем что-нибудь. А сейчас мы развеемся, пойдём немного. А то от этих больниц уже голова трещит», — подытожил Паша. И, заранее зная ответ, направился к выходу. «Хорошо. Только будьте аккуратнее, пожалуйста. И ни с кем не деритесь», — бросила вслед Диана. Сыновей она любила всем сердцем. И, как всякая мать, в желании их защитить становилась настоящей тигрицей. Утро, словно в насмешку над радостными ожиданиями Насти, встретило её пасмурной погодой и неприветливыми тучами над головой. Приготовив завтрак Миши и маме, она выделила ей на весь день лекарств, разложив их в специальные пластиковые контейнеры. О том, что она идёт на прослушивание, Настя решила не говорить. Маме и так хватает переживаний в жизни. Будет сейчас сидеть, как на иголках. А если дочь провалится, то вообще упадёт духом. Нет, ей сейчас нельзя печалиться. Только смотреть вперёд и верить в собственное скорейшее выздоровление. «Мам, я на работу сбегаю, туда и обратно, и сразу домой, ладно?», — сказала тихонько Настя. Но мать сразу раскусила её невинный обман. «Иди, иди, я не против. Может, наконец, с парнем, каким познакомишься?» «А при чём здесь парень?», — удивилась Настя. «Ну как при чём? Ты ведь уже с самого утра у зеркала вертишься. Значит, понравится кому-то хочешь. А кому, если не парню?» «Да ты не переживай. Я всё понимаю. Сама такой была. Ну не вечно же тебе по-своему Сашке сохнуть. Изменник он и есть изменник. Погнался за деньгами. Невесту побогаче выбрал. Что ж, туда ему и дорога», — ответила Елена Ивановна. Настя, улыбнувшись маме, помогла Мише собрать портфель и направилась к двери. А на улице всё было мрачно. Лужи, полные дождевой воды и покрытые багрянцем листья, кружащиеся на пронизывающем осеннем ветру. Старшая медсестра Ирина проснулась в скверном расположении духа и собиралась на смену крайне неохотно. Тест на определение беременности показал таки заветные две полоски, лишив её надежды на обычный гормональный сбой. «Ну вот, доигралась, Ирка. Что дальше-то? Столько лет детей ждала. И что теперь? Нет, о прерывании даже не думай. Игорь откажется. Сама рожу и воспитаю. Ну и что, что мне сорок пять? Я что, не заслуживаю своего счастья?» Глядя на заплаканное лицо в зеркале, твердила Ирина. «А может, всё-таки позвонить в отдел по незаконному обороту медицинских препаратов? Пусть проверят Игоря его шайку, а то совсем уже берегов не видят. Город же жил своей жизнью, словно не замечая тревог и переживаний старшей медсестры. Дети спешили в школу, а их родители на работу, стоя в бесконечных пробках или толпясь в метро. И только двое братьев думали сейчас о плохом. А именно, как сделать так, чтобы Настя не попала на прослушивание? За ночь, за рюмкой спиртного, они перебрали множество вариантов и остановились на том, чтобы припугнуть её. Но не просто припугнуть, а немного вывести из строя. Для этого Артём и Павел взяли старую машина ЦА, полившуюся в дедовском гараже уже несколько лет. Замазали грязью номера и приступили к реализации своего плана. Братья устроили засаду у пешеходного перехода, и неспроста. Прекрасно зная, что в этом месте Настя обязательно перейдёт на противоположную сторону, спеша к студии Эдуарда Станиславовича. Тут-то они и выскочат из-за угла, попутно обдав её грязью из огромной лужи, до которой ещё не добралась дорожная служба. Настя ещё и не дошла до пешеходного перехода, когда в её кармане призывно булькнул телефон. Неужели продюсер? Может, передумал? Пронеслось в голове. Но когда девушка взяла смартфон в руки, ей стало не по себе. Это было вовсе не СМС от Эдуарда Станиславовича, а официальное письмо на электронную почту от частной клиники Авиценна. Сердце тревожно забилось. Неужели маме одобрили операцию? Пробежавшись глазами по написанному, санитарка чуть не разрыдалась на месте. Казённые слова врезались в память, вызывая в глазах слёзы. В проведении операции отказана ввиду пограничного возраста пациентки. Что это ещё за пограничный возраст? Откровенно говоря, Настя впервые слышала о подобном. Впрочем, какая разница, что это означает? Главное в том, что свой шанс они с мамой упустили. Она шла к пешеходному переходу и беззвучно плакала. В этот момент для неё всё потеряло всякую ценность. И лишь данное продюсеру обещание удерживало её от поспешного бегства домой. Машина одна за другой останавливалась у разметки, давая девушке возможность перейти на противоположную сторону. Но не успела Настя дойти до той самой злополучной лужи, как неприметная иномарка грязновато-серого цвета отделилась от общей массы и устремилась вперёд, на перерез Настя. Игнорируя возмущённые сигналы водителей, Паша и Артём летели стрелой. Естественно, никто из братьев-мажоров не планировал нанести вред девушке. Скорее, они хотели её напугать и окатить водой с ног до головы, чтобы у неё навсегда пропали мысли стать певицей по протекции их отца. К сожалению, Настя слишком поздно заметила опасность и отскочить в сторону не успела. Молодая санитарка от страха застыла на месте, как вкопанная. А расчёт Паши и Артёма был совсем на другое. Таким образом, братья-мажоры, сами того не желая, задели бампером ногу Насти. Отчего она? Упала на покрытый дождевой водой асфальт и потеряла сознание. «Ходу, Артём, ходу!» – закричал Пашка, увидев зеркало заднего вида, как вокруг девушки уже начинают собираться неравнодушные очевидцы разыгравшейся драмы. Внезапно, сквозь толпу, пробился молодой мужчина лет тридцати пяти и подошёл к Насте. «Спокойно, я врач. Вызывайте полицию, а в клинику я её сейчас сам отвезу». Водители одобрительно загомонили, а незнакомец, бегло осмотрев девушку, привёл её в чувства и помог дойти до своей машины. «Я, конечно, не рентген-аппарат, но перелома вроде бы нет. Вы как себя чувствуете?» «Нормально. Голова только немного кружится», – прошептала Настя и прикрыла глаза. В этот момент из её карманов выпал злополучный смартфон, на экране которого всё ещё красовалось незакрытое электронное письмо из клиники. Мужчина осторожно уложил Настю на заднее сиденье своего внедорожника, а потом поднял с асфальта телефон. Бегло пробежавшись по написанному, он ахнул. «Господи, неужели такое возможно?» По спине незнакомца пробежала волна противной дрожи. Ведь он сам, всего несколько часов назад, лично одобрил эту операцию. Антон Викторович прекрасно помнил случай Настиной мамы и с готовностью вызвался помочь. Но что же пошло не так? Кто дал отказ? Неужели главврач? Да нет, не похоже. Ему нет никакой разницы, кого доктор будет оперировать в благотворительных целях. Тогда кто? Понимая, что времени на раздумье нет, Антон завел двигатель и поехал в сторону своей клиники, попутно перебирая в памяти всех тех, кто мог подделать его решение. И он понял. Это операционная сестра, Инна, решившая таким образом заработать себе денег к отпуску. Проще говоря, хитрая красотка под видом благотворительных операций проталкивала своих знакомых и незнакомых, которые, получив бесплатное лечение, были ей премного благодарны. В виде конвертов, выручаемых Инне после удачного завершения процедуры, которая при обычных условиях стоила немало. Настя очнулась уже в клинике, где ей занялись врачи и медсестры из приемного отделения. Обработали ссадину на голове, полученную при падении, и провели диагностику на наличие сотрясения мозга. К счастью, все обошлось. Не считая испорченной одежды и пары ссадин, Настя отделалась легким испугом. А вот Антон в это время устроил разнос медсестре. Инна тут же созналась, что вместо Елены Ивановны назначила операцию знакомому ювелиру, пообещавшему изготовить ей дорогое колье за сущие копейки. «И давно ты этим занимаешься? С каких пор пользуешься базой клиники в своих целях?» С вызовом спросил Антон. «Я недавно. Три разика всего. Не судите строго, зарплата маленькая, а жить-то хочется нормально». Антон побагровел. «Зарплата маленькая? Да ты получаешь гораздо больше, чем в обычной больнице. Совсем совесть потеряла?» «Простите, я же не со зла. Всем ведь все равно не поможешь». Всхлипнула Инна, но врач только рукой махнул. Не до того ему сейчас было. До операции оставались считанные часы, а еще нужно было подготовить к ней Елену Ивановну. Каково же было удивление Насти, когда она узнала, кто ее спас. В глазах молодой санитарки заблестели слезы, а губы предательски задрожали. Антон улыбнулся и взял ее за руки. «Не беспокойтесь. Я уверен, все будет хорошо. Случай вашей мамы довольно сложный, но мы сможем ей помочь». «Спасибо. Не знаю, что бы я без вас делала». Антон смущенно кивнул, а потом принялся отдавать необходимое распоряжение своим помощникам. Инна не простил, конечно же, но от работы отлучать не стал. Все-таки как специалист она была хорошей медсестрой, хотя и с не совсем хорошими наклонностями. А в это время медсестра реанимационного отделения вошла в кабинет заведующего и выложила все как есть. «Как это, беременна? Да ты что, совсем с ума сошла? Опозорить меня хочешь?» Взвелся Игорь Васильевич. «А ты чего так разнервничал, Сидор? По ночам ты мне совсем о другом говорил». С грустью заметила Ирина. «Это другое. А тут ребенок. Ответственность. Сама понимаешь. Меня не поймут в медицинских кругах». «А что тут понимать?» Разводи все дело с концом. Заведующий побледнел. «Как это, разводись? Да тесть меня с потрохами сожрет. Ты же знаешь, что это он меня на это место определил». «Знаю, Игорек, знаю. Но ты меня не пугай. На прерывание не пойду. Можешь даже уволить меня, но ребенка я оставлю. Это мой последний шанс стать матерью, понимаешь? Я двадцать пять лет этого ждала. Это же чудо настоящее. Думаешь, легко в моем возрасте детей родить?» Со слезами воскликнула Ирина. Игорь отвел взгляд и посмотрел в окно. Естественно, разводиться он даже не собирался. А Ирина, ну что ж, сама сделала свой выбор. «В общем так, слушай меня внимательно. Согласишься прервать, останешься в отделении. Ну а если нет, уволю. Мне слухи лишние сейчас не нужны. Лет через пять тесть меня на главврача место поставит. Так что решай. Зачем вообще тебе этот ребенок? Ты что, к нему на выпускной на инвалидной коляске пойти хочешь?» С вызовом спросил заведующий, но Ира только покачала головой и вышла из кабинета. Она уже приняла решение. То самое, что тревожило ее не один день. Но перед этим зашла к Виктору Петровичу и отключив при нем видеокамеру, рассказала все как есть. О слежке и желании его семейки захватить бизнес и наследство. Вот змея. Совсем ничего не боится. Диана меня уже один раз обманула. Думала, что я простачок такой. От водителя моего забеременела, а мне Артема и Пашу как сыновей представила. Я ведь в ракетных войсках служил. Авария у нас там произошла. В общем, детей я иметь не мог. Но когда узнал, то своей осведомленности показывать не стал. Мне ведь даже по статусу положено. Бизнесмен с двумя наследниками. Ну, что может быть лучше? С грустью прошептал Виктор Петрович. Ирина сочувственно кивнула, а потом спросила у него совета. Как поступить в этой ситуации, когда все против тебя? Виктор Петрович задумался, а потом дал старшей мессестре весьма четкие и исчерпывающие указания. По мере того, как Ирина слушала бизнесмена, ее лицо светлело, а в глазах появился загадочный блеск. Прошло два дня. За столь небольшой срок в жизни Настей изменилось многое. Во-первых, маме наконец сделали операцию и проводил ее лично Антон Викторович. А во-вторых, после проверки в клинике, где она работала, был уволен ряд сотрудников высокого ранга. Некоторые даже попали под следствие. В их числе оказался и заведующий реанимационным отделением Игорь Васильевич. При этом он терялся в догадках относительно того, каким образом в соответствующей инстанции попала видеозапись, сделанной скрытой камерой. Которая вместо палаты бизнесмена Вечерникова почему-то снимала склад с медикаментами, откуда периодически пропадали дефицитные препараты. И только старшая медсестра Ирина Федоровна загадочно улыбалась и качала головой. Уж кому как ей не знать о том, как все это стало возможным. Когда Настя пришла на работу то после трехдневного отгула, то буквально не узнала свое отделение. На месте Игоря Васильевича был теперь совсем другой начальник. А Ирина Федоровна смотрела на нее с улыбкой и какой-то материнской нежностью. «Ну как, мама? Как все прошло?» «Хорошо, клиника и врачи просто чудо, маме уже полегче, да и операцию провели в щадящем режиме без особой нагрузки на организм», ответила Настя. «Вот, это уже радует, передавая Лене привет, а при случае я и сама как-нибудь забегу». Настя чувствовала себя счастливой. «Ну вот бывает же так в жизни, что после тьмы неприятностей вдруг высоко над головой появляется лучик света». На губах молодой санитарки заиграла улыбка, когда она наконец увидела Виктора Петровича в добром здравии. В палате, конечно, но все же». «А вот и Настенька пришла. Проходи, доченька, присаживайся. Скоро нотариус придет, поможет мне составить завещание», с улыбкой сказал Виктор Петрович. «Завещание? Ну зачем? Вам же намного лучше». «Да и я-то здесь при чем?» растерялась Настя. «Еще как при чем, доченька? Ты уж прости, что так тебя называю, но после того, что случилось, я тебя считаю родным человеком». «А завещание я составлю в пользу учрежденного мною фонда благотворительности. Ну а ты засвидетельствуешь мои слова и станешь председателем фонда». «Заметь, именно председателем, не владельцем денег». «Это обезопасит тебя от всякого рода неприятностей в будущем». «То есть грабить тебя не будет никакого смысла». «А то, знаешь ли, всякое случается, вот как, например, с моими сыновьями. Это же они тебя сбить пытались». «Как они?» не поверила Настя. «А вот так, их по камерам видеонаблюдения вычислили». А потом Эдик сознался. «Ну что, жене позвонил и передал мою просьбу?» грустно вздохнул Виктор Петрович. «И что теперь им будет? Неужели посадят?» «Ну зачем же так сразу?» «Хотя, если захочешь, можно и организовать. Правда, много им не дадут, выйдут через полгодика. Но я придумал кое-что позаковырести». Загадочно улыбнулся бизнесмен. «И что же?» не унималась Настя. «Я их в армию отправляю. Пусть там им мозги вправят, раз я не смог. Тем более вдвоем им полегче будет, брать и как никак. А с Дианой я развожусь. Хватит, сил моих больше сейчас, пациент уже совсем не походил на того слабого и немощного мужчину, которым был раньше. Теперь это снова был уверенный в себе бизнесмен, чьи слова имели вес. Вскоре пришел нотариус и принялся составлять завещание под диктовку Виктора Петровича. Настя все это время стояла в сторонке и думала о превратностях судьбы. Неужели все это происходит с ней здесь и сейчас? Вот жила она себе жила и вдруг бац, словно кто-то заново переписал ее судьбу, добавив в нее счастливый конец. Впрочем, самое интересное ждало ее еще впереди, когда в палату вошла Ирина и ласково коснулась руки Виктора Петровича. Настя улыбнувшись поняла все без слов. Молодец медсестры, своего не упустит, раз молодости не вышло, то сейчас самое время. Не зря же говорят 45 баба ягодка опять. После того, как завещание было составлено и все причастные поставили свои подписи, Надя обратилась к юристу с личным вопросом. Все таки хоть Глеб Львович и был нотариусом, а в юриспруденции разбирался отменно. Ей хотелось оформить опекунство над Мишкой, чтобы его больше не допекал отчим. Нотариус задумался последовательно изложил план действий. Естественно, когда Андрей узнал об этом, то пришел в ярость. Я тебе Мишку не отдам, даже не мечтать. Да и кто тебе его отдаст, когда ты без мужа живешь? Настя загадочно улыбнулась. Ну, это сейчас без мужа, а жених уже есть. Антон Свиридов, врач, слышал о таком? Да мне до лампочки кто? Ничего у вас с ним не выгорят, я в суд подам, дали Настю, которая уже через месяц пришла в зал суда вместе с законным мужем, Антоном, сделавшим ей предложение несколько недель назад. Пережитые вместе потрясения очень сблизили молодую пару, тем более, что имело место невероятно сильное взаимное притяжение. Интересы Насти в суде представляли лучшие адвокаты, Андрей был обречен. И вскоре Миша официально стал приемным сыном Насти Антона. А отчим лишился единственного и постоянного источника дохода в виде пособия на ребенка. Вынеся свой вердикт, судья звонко стукнул молоточком и проводил взглядом пару вместе с ребенком. А все-таки хорошо, когда побеждает правда, такая, что хочется скинуть мантию и пуститься в пляс. Но нельзя, статус не позволяет. На улице Антона и Настя уже ждали Елена Ивановна, а также Виктор и Ирина. Бизнесмен улыбнулся, а потом достал из-за пазухи крохотный пушистый комочек и вручил его Мише. «Бери, это тебе мой подарок, щенок. Говорят, большим вырастет, настоящим мишкой, как и ты. Ура, у меня будет собака», радостно воскликнул мальчуган. Виктор Петрович и Ирина улыбнулись. Как пара, они смотрелись очень мило, хотя еще и не были расписаны. Ира честно призналась, что беременна от другого, но бизнесмена это совсем не смутило. Разве дети бывают помехой? Заметно похорошевшая Елена Ивановна смотрела на бывшую соперницу и улыбалась. Вот и та нашла свое счастье. А ей и мишки с головой хватит. Тем более, что дочка пообещала скоро еще внучат. Если вам понравилась история, надеюсь, вас не затруднит поддержать меня кнопкой палец вверх. Для меня это очень важно. Всего доброго!